Привет, мои красотки! И я хочу открыть новую рубрику на моем канале Мифы и факты о косметике. Что это будет из себя вообще представлять? Я буду брать какое-то устоявшееся мнение в косметической сфере и буду либо говорить, что это миф, и разбивать его фактически, говорить почему, как, либо подтверждать, что это действительно факт и можете смело пользоваться этой информацией, потому что очень много стереотипов, очень много каких-то, знаете, таких устоявшихся норм, которые вот здесь вот где-то сидят, и ты такой думаешь, а, ну да, это так точно как бы, потому что, потому что просто так. И когда я начала разбираться в этой теме подробненько так, я поняла, что и у меня куча стереотипов в битисфере. Вообще, идея этого видео мне пришла после нашего спора-соры с Денисом, потому что мне пришла термальная вода однажды от одного бренда, мне прислали термальную воду. Я думаю, вы знаете, что такое термальная водичка, я очень обрадовалась, я наслышана о ее полезных свойствах, я знаю то, что она очень увлажняет кожу. Но Денис очень любит спорить, Денис любит как бы разбираться в вопросе и только тогда верить какому-то факту. И, кстати, это хорошая черта, на самом деле, потому что я могу просто вот так вот мне наговорят, говорят, я такая, да, правда, а, ну хорошо, ладно, буду так делать. Это неправильно. И, в общем-то, однажды на мои восторженные всхлипы о термальной воде Денис такой говорит, термальная вода это обычная вода, которая вот там в источниках протекает, минеральных, где-то в высоковосковых горах, значит, там очень много соли. Как соль может влагой напитывать кожу? Она, скорее, наоборот, забирает влагу из кожи. Я такая, да нет, ты что-то фиг не говоришь. Вот термальная вода, я ей даже советую там пшикаться, брызгаться в самолетах. Ну, короче, вот у нас начались такие дебаты в ванной. Типа, нет, это хорошая вода. Он говорит, нет, это пиар-ход. И Денис пошел в интернет. Развился просто невероятный миф, но о нем я, конечно, расскажу уже чуть попозже, когда мы пойдем к пунктам. В общем, это я просто хотела предысторию сказать. Насколько стереотипы на самом деле могут проникать глубоко нам мозги. Мы просто можем им верить, потому что там кто-то сказал. Кстати, красотки, вы очень часто спрашиваете, где я беру всякие идеи для лайфхаков, информацию. Что я вообще делаю? Конечно, моего мозга и мозга там моих друзей, родных иногда не хватает. Конечно же, часто я использую интернет для того, чтобы просто расширить свои познания в этой области, для того, чтобы посмотреть какие-то новые лайфхаки, которые, может быть, никто еще не снимал, никто еще о них не рассказывал. И к этому видео я даже готовилась через приложение «Быстрый поиск». Вот знаете, в чем для меня особенно плюс этого приложения? Что когда я ищу информацию по какой-то теме, например, вот те же, там, не знаю, мифы в косметике, я сначала ищу эту информацию на YouTube, кто что там снимал, посмотреть каких-то косметологов, что об этом говорили. Потом в Google, какие статьи, какие сайты можно посетить. И таким образом мне нужно использовать несколько приложений, когда ты это все делаешь, конечно, с телефона, это не совсем классно, не совсем удобно. Я люблю простоту, я люблю лаконичность, и когда приложение «Быстрый поиск» собирает в себе все в одно, и вы можете сразу же искать информацию в нескольких источниках, просто одним свайпом меняя эти источники. Мне кажется, это невероятно удобно, я не знаю, кто это придумал, но это просто гениально. Ну и, конечно же, прикольно, что приложение очень такое универсальное, оно подстраивается под тебя, как ты захочешь, можно убрать ненужные иконки, можно сделать собственный стиль этого приложения. Если вам нравится, допустим, розовую, то у вас всегда будет розовый фон. Так что рекомендую, и, собственно, давайте перейдем к самим постулатам бьюти-сферы. И, наверное, давайте я подробнее вам расскажу все-таки, чем закончилась история про термальную воду. Мы с Денисом помирились, все нормально, он залез в интернет и увидел такой вот важный момент, что, конечно, термальная вода, она очень полезна. В нее входит куча-куча-куча минералов, она выстраивает защитный слой поверх нашей кожи, но, девочке, очень важно правильно ею пользоваться. Если вы нанесете термальную водичку, распылите ее по лицу и оставите на лице высыхать, то эффект будет чуть ли не хуже, чем если вообще вы ее не использовали и не покупали. И это очень обидно, об этом мало кто говорит, я вообще об этом никогда не слышала. О том, что после того, как вы распылите термальную воду по своему лицу, нужно промокнуть бумажным полотенцем ваше лицо, или там ватными дисками, конечно, не растирая все это, а просто промокнуть, чтобы лишняя влага ушла. Потому что что действительно происходит? В термальной воде очень много соли, это действительно так. Когда эта водичка наносится на наше лицо, кожа наша такая, ой, замечательно, сколько минералов, давайте заберем. Забирает себе то, что ей нужно, а влага, которая остается на поверхности кожи, просто испаряется, высыхает. И что она делает? Так как она содержит огромное количество соли, она, конечно, забирает нашу влагу. Здесь Денис был полностью прав. Два наших мнения столкнулись в одном. Так что термальная вода увлажняет кожу. Это не миф, но то, как ее использует большинство людей, просто распылить неправильно. И если вот так вот как раз таки использовать, распылять и оставлять, то она нифига не увлажняет, а только забирает влагу нашей кожи. Второе выражение. Натуральная косметика не вызывает аллергию. Миф абсолютнейший. Начнем с того, что вообще нет ни одного вида косметики, которая полностью гипоаллергена. Даже если вы видите марки, бренды, которые действительно там очень дорогие, у них куча лабораторных всяких штук проведено, они говорят о том, что их косметика гипоаллергена, дерматологически доказана. Да, для большинства людей, но не для всех. Никто не может заявлять, что 100% людей не будет иметь проблемы с этим средством конкретно, потому что на каждый продукт найдется свой аллергию. У меня вообще, допустим, аллергия, по-моему, на супер какие-то редкие моменты, на редкие продукты, вещи, средства. Но представляете, в марке, которая пропагандирует себя как гипоаллергенная и как не вызывающую аллергию, нашелся один препарат, который вызвал у меня аллергию. И это не означает, что это средство плохое. Нет, просто какие-то компоненты, значит, мне не подошли. Главное в этот момент изучить состав, понять, что именно не так. Так вот, натуральная косметика, она не то, что вызывает аллергию, она вызывает аллергию, наоборот, еще у большего процента, чем, допустим, химическая косметика. Состав натуральной косметики, что обычно входит? Да всякие там масла, всякие натуральные компоненты. Мы думаем, что раз оно натуральное, природное, значит, аллергии не вызовет. Да нифига. Кто там чихает весной и летом от всяких цветущих растений, от пыльцы? Вот, пожалуйста. Это натуральная наша природа. Третий бьюти-пастулат. Через тушь можно заразиться различными болезнями. Да, абсолютный факт, абсолютная правда, потому что тушь это то место, где скапливается очень-очень много наших бактерий, иногда даже вирусов по типу конъюнктивита. И если вы возьмете тушь у подружки и попользоваться ею, то я вас поздравляю, вы забрали, подцепили еще больше чужих проблем, чужих всяких болячек, бактерий. Если у вас там хороший иммунитет, если все нормально, в принципе, чаще всего это не замечается. Наш организм с этим борется сам и, в принципе, все нормально, никаких там сразу проблем не выходит. Но это не означает то, что всегда так будет, если там у вашей подруги действительно зарождение даже какого-то вируса, какой-то болячки, и она о нем даже не знает, то есть у нее вроде все хорошо, и дала вам попользоваться своей тушью, то это все перешло к вам. И поздравляю, вы теперь стали носителем этой болячки. Девочки, косметика как зубная щетка, может быть, даже еще более личная вещь, не знаю. Не передавайте ее никому и не просите. Следующий бьюти-пастулат в кавычках, который я отыскала. Не обязательно пользоваться косметикой только из одной линейки. Что это означает? Я думаю, вы часто видели, как нам бренды различной марки представляют там 5 красивых голубеньких или розовеньких баночек. Это все одна линейка, здесь тут очищающий какой-то гель, здесь мицеллярка, здесь тоник, здесь лосьон, здесь крем. Все это очень красиво выглядит. Кажется то, что работает только вместе. И иногда даже бренды, точнее чаще всего бренды как раз таки прописывают, что средства все вместе в взаимосвязи будут работать намного более эффективно на вашей коже или на ваших волосах. Возможно, это маркетинговый ход для кого-то, возможно, действительно это так, но не намного. То есть это не означает, что если вы возьмете отдельно тоник из этой коллекции, то все, он такой будет не работать, просто будет как обычная вода. Короче говоря, не обязательно использовать всю линейку. Допустим, вам нравится материалка от этого бренда, тоник от этого, крем от этого. Замечательно, комбинируйте свое какое-то представление о вашем уходе, свою идеальную линейку. Не обязательно брендам доверять в этом плане, потому что все равно они ориентированы на продажу. Ну и последний пункт, собственно, о том, что крема с пометкой день-ночь, это всего лишь маркетинговый ход. И можно использовать один крем на все. Нет, красотки, такое мнение, это миф. Это не маркетинговый ход, действительно, крема различаются на дневные и ночные. И сделано это не даром, потому что в дневные крема входят такие компоненты, которые защищают нашу кожу от ультрафиолетовых лучей, потому что ночью мы спим, мы не ходим на солнышко, да, а днем мы ходим, солнце повсюду, даже если холодно, солнце все равно на нас влияет. Это различные также пагубные моменты, такие как ветра, холода, одинокие дома. Крем дневной рассчитан на ваш день. А вечерний, точнее ночной крем, он напичкан кучей-кучей питательных всяких веществ, которые именно ночью, пока вы спите, отдыхаете, ничего не чувствуете, кожа питается. То есть они более именно питательные, более такие глубоко увлажняющие крема. Так что это все не зря придумали. Ну что ж, красотки, вот такое вот видео у меня получилось. Если вам понравилась эта рубрика, если вам понравилась, в принципе, такая идея, буду очень рада снимать дальше такие видео, потому что мне самой очень интересно разбираться во всех этих моментах, вам рассказывать что-то новое. Это по типу бьюти-лейфхаков, наверное, но еще более интересно, потому что мы разбираемся с вами в каких-то таких вопросах, животрепещущих. Потому что очень многое нам попадает в подсознание, аж в наш мозг, и мы как бы с этим живем, мы думаем, что это так. И, конечно же, вопрос из Инстаграма. Привет-привет, большое спасибо тебе за вопрос, не вижу твоего имени, не могу передать привет, но все равно привет. Как отношусь к яркому окрашиванию волос, ну, как вы видите, никак, потому что у меня его нет. Я думаю, что если уж портить свои волосы, то чтобы это было, ну, как бы надолго, чтобы это было красиво, всегда подходящее. То есть я не готова ходить, допустим, с красными или зелеными волосами несколько месяцев. Для меня это что-то такое дикое. Если хочется поэкспериментировать, то вот есть там всякие пшикалки, я не помню, какие-то вот такие штуки, мелки для волос. Но когда я вижу красивую, как бы, укладку с красивыми яркими прядями, меня это немного так вдохновляет. Мне кажется, о, красиво, классно на ком-то. Ну, о том, как ухаживать за волосами, я, конечно, в 30 секунд вряд ли отвечу. Масочек побольше делайте маслами, красьтесь, мажьтесь. То есть поменьше выпрямляйте, завивайте, но, как бы, по мне видно то, что я не особо следую сама этим правилам. Я люблю завивать волосы. А если ты, красотка, хочешь попасть в мое видео точно так же, чтобы я ответила на твой видео-вопрос, то обязательно присылай мне в директ, в инстаграм. Много чуть не сломала, мне кажется. Видео-вопрос, где ты запишешь себя и свой вопрос. И я на него отвечу точно так же в видео. Обязательно жду обратной связи, обязательно мне отвечайте и в подсказках. Здесь, по-любому, я что-нибудь придумаю, прикольные подсказки будут. И в комментариях напишите, хотите ли такую рубрику, хотите ли, может быть, вы предлагать те самые бьюти-постулаты, которые я буду либо разбивать их в дребезги, либо говорить, да, это правда, потому что это действительно так. Я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще, красотки. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»